где-то. Вот. Как эволюционировали платформы? И это как раз один из ваших вопрос, коллеги, который вы задавали в самом начале. Очень часто платформы как раз показывают динамику «победитель получает всё». И то, что мы видим здесь, что по некоторым направлениям индустрии, многие компании, многие платформы начинают эволюционировать и затем создаются внутренние конкуренции, и затем одна экосистема или платформа начинает расти быстрее остальных экосистем или платформ. Она привлекает больше пользователей и забирает пользователей у других платформ. И со временем получается так, что вот эта платформа становится всё более и более привлекательной и начинает доминировать на рынке. И это то, что мы с вами сейчас наблюдаем. По некоторым направлениям мы видим огромные доминирующие платформы, а в других сферах мы видим, например, только первый этап этого процесса. Новые платформы появляются и начинают конкурировать и начинают пытаться выиграть на этом рынке. Но кроме того, мы также видим тренд к созданию суперплатформ. Очень часто создаётся платформа, но затем она начинает эволюционировать в некую суперплатформу, так называемые суперапы, суперприложения, которые создаются, которые инкорпорируют самые разные сервисы, и в том числе и другие платформы под своей зонтичной платформой и предоставляют пользователю гораздо более интересный опыт. И в этом смысле вот такие суперплатформы, например, то, что мы называем платформы, рыночные сетевые платформы, они создают очень позитивный эффект, когда они удовлетворяют большинство потребностей в рамках интегрированного клиентского пути. Давайте представим себе в качестве примера. Путешествия. Если вы сегодня посмотрите на свой смартфон, у вас, наверное, сейчас на смартфоне от 5 до 10 приложений для вашей мобильности. Одно по отелям, второе по авиаперелетам, сервис такси и так далее. У вас разные приложения в вашем айфоне или в вашем смартфоне. И всё это касается мобильности. Но в будущем то, что мы с вами увидим, мы увидим суперприложения, которые будут стараться соединять 3, 4, 5 приложений в рамках одного суперприложения. Это то, что мы называем как раз рыночные сетевые платформы. Вот такие рыночные сетевые платформы. McKinsey, например, прогнозируют и говорят именно об этом, что у нас будет порядка 12 крупных экосистем в будущем в B2B и в B2C. И вот эти вот экосистемы, крупные экосистемы, как раз на них будет приходиться 60 триллионов долларов ценностей. Это 30 процентов. 30 процентов ВВП будет заключено как раз вот в таких крупнейших глобальных